Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное, вам здравствуйте. Поговорим о бывшей чете Быковых. Ну, первое, что мне хочется рассказать, конечно же, я была в банном стриме у Жени, на банном стриме у Жени. Я больше не пойду официально и никогда не заявлю, что я нахожусь на этом стриме. По той простой причине, что когда блочились люди направо и налево, всего лишь за то, что они задавали какие-то неугодные по меркам Жени комментарии, меня это, мягко говоря, удивляло. По той простой причине, что ты всё-таки мужик и должен уметь держать удар. И опять-таки, почему, например, не объяснить ситуацию, которую вы сами вываливаете на Ютубе? Но нет, мы вот такие непорочные, белые и пушистые, а это вы все плохие, потому что нас засираете, нас оскорбляете, ковыряетесь в нашем грязном нижнем белье, а мы вот такие вот идеалы. Ребята, становится от этого смешно. Согласитесь, когда люди вываливают всю свою подноготную, всю вот эту грязь, вот эти какие-то гнойные нарывы вскрывают, а потом обвиняют кого-то за то, что люди это обсуждают, осуждают, либо высказывают свою точку зрения. Ну вот какие-то двойные стандарты. Опять-таки, со служением ему, получается, можно осуждать быкову, ему можно осудить всех, обзорщиков, зрителей. Он может чётко разобраться, да, кто достоин быть у него на канале, а кто нет, и сразу убан. Но им ничего плохого сказать нельзя. Вы знаете, ребят, самое большее, что я не люблю в людях, это когда тебе делают хорошо, а ты об этом забываешь. То есть, согласитесь, какие-то тоже двойные стандарты. На тот момент, когда ему обзорщики протянули руку, и я не буду говорить за себя, потому что я этого не делала, я сразу обозначу позицию, ему протянули другие обзорщики руку помощи, с этими шапками Женя схватился за эту идею, да, как за соломинку для утопающего, и начал быстренько вязать. Мало того, обзорщики собственным примером показали, да, что они заказали у него шапки, и дали как бы намёк, ребят, поддержите, кому не сложно, да, ну типа тяжёлая ситуация. Почему так произошло? Потому что всё-таки его пожалели, всё-таки даже не его пожалели. Я думаю, в первую очередь пожалели детей, которые с ним, и поэтому ему протянули руку помощи. Скажу больше, допустим, да, тысяча рублей за подобную шапку, ну, как по мне, это дороговато. Ну вот честно. Я изначально была как бы не то, что против этой идеи, мне было всё равно. Но и заказывать я бы её никогда не заказала. По той простой причине, что я адекватно и здраво понимаю, что общую ситуацию это не изменит. И это как бы тот момент, да, я понимала здраво, что Женя за это схватится, вместо того, чтобы идти, реально работать, да, как-то к чему-то стремиться, обеспечить своих детей, там, я не знаю, взять ипотеку, помогать быковать, да, там, с какими-то алиментами. Он схватится за эти шапки и будет сидеть их вязать. Опять-таки, можно ли это назвать полноценным доходом? Конечно, нет, потому что, ну, он не вяжет за день, там, 5-7 шапок, чтобы хоть какую-то реальную иметь прибыль. А так это просто копейки. Опять-таки, по его словам, когда он сказал, что нельзя перетруждаться, нужно отдыхать и спине, и глазам, я поняла, что на износ Женя работать не привык. И, вы знаете, думаю, вот в реальной жизни каждый мужик впахивает, ну, по крайней мере, 90%, для того, чтобы обеспечить свои семьи, да, накормить своих детей. Здесь, да, я вот себя жалею, потому что надо глазки поберечь, спинку, ножки, ручки, нужно пойти и, конечно же, отдохнуть. Вот это для меня остается непонятным. Но странное поведение больше всего для меня остается непонятным именно Жене. Почему? Потому что, когда тебе обзорщики протянули эту руку помощи, тебя устраивал весь тот контент, который они показывают. Вся-то грязь и похабщина, которую они показывают с его же слов. И все было хорошо, потому что нужны были потенциальные клиенты, да, нужны были покупатели на эти шапки. То есть, ставка делась на что? Что обзорщики поддержат, и их зрители пойдут и начнут заказывать эти шапки. И по факту все тогда Женя устраивало. И юмор, и высказывание. Все было просто чудненько. До определенного момента. Здесь Жене резко, да, все уже перестало нравиться. И он начал всех по матюшке и по батюшке костылять. И всех отправлять благополучно в бан. Больше всего меня впечатлила его фраза, где он рассказывал за пошлый юмор. И мне хочется сказать, Жень, юмор пошлым не бывает. Юмор основывается на реальности. И вот в первую очередь, для того, чтобы рассуждать пошлый юмор или нет, посмотри на контент своей жены. Ведь это все берется реально с ее роликов. И вот интересно, ее он пошлой не считает распущенной, развратной какой-то. А именно ролики о ней, это все пошло, грязно и мерзко. И здесь мне хочется сказать, что у его жены вообще по жизни, да, мерзкая и грязная жизнь. Потому что человек идет путем наименьшего сопротивления, решить все свои проблемы за счет кого-то. Но Женя, конечно, этого в упор не видит. Потому что, кстати, не так давно находился рядом с ней, все его устраивало. Следующий момент, да, который был на стриме. Женя, конечно же, рассказал, что кольцо ему подарила любимая женщина, которая еще на тот момент не опускала его. И хочется добавить, Жень, она опускает не только тебя. Она опускает твою мать, твоего отца. И всю свою семью. И вот странные вот эти метаморфозы, которые произошли с Женей. Но я думаю, все-таки из-за того, что она его погладила по головке, да, у них хорошо прошел день без скандалов. Хотя после этого три стрима подряд она его месила, как всегда. Но Женя, да, стал таким ручным, прикормленным. И решил, что он может кого-то учить жизни. Следующий момент, ребята, я думаю, Женя рассчитывал на то, что обзорщики станут ручными за счет того, что с ним общаются, с ним поддерживают отношения и перестанут снимать обзоры на Быкову. Но не тут-то было. И вот здесь Женя начал рассказывать о цене дружбы. Как он реально понял, да, что друзья так не поступают. Ну, во-первых, я не знаю, с чего он решил, что друзья, только из-за того, что люди пожалели, протянули руку помощи, никто их не делает друзьями. А во-вторых, вот на это, скорее всего, и шла ставка, да, что начав общаться с ним, поддерживать отношения, люди не будут снимать обзоры. Ну, то есть, хотел каких-то ручных обзорщиков получить. Но, естественно, этого не вышло. И, кстати, первый намек я вот такой уже, да, распознала. Когда он начал всех призывать идти ставить лайки под роликом, писать хорошие Оле комментарии, чтобы она увидела, что, да, и по-хорошему можно зарабатывать денег. Нет, Женя, по-хорошему твоя Оля не может зарабатывать денег. И даже лежа в ванной голышом, она об этом утверждает себя в слезах, в соплях, потому что никто не смотрит хорошие ролики твоей жены, потому что никто не верит в ее доброту. И выискренность, самое главное, выискренность этих роликов. Поэтому расслабься, не будет никто этого смотреть. Ну, и опять-таки, ребята, да, посмотрела на все это, и, конечно же, Женя начал всех призывать к тому, что люди, остановитесь, выдохните, хватит грязи. И я тут поняла, что все комментарии должны быть исключительно лизательные. То есть, все должны восхищаться читой быковых. Все должны их гладить исключительно по шерстке, а никак не против. И только в хорошем ключе говорить о Жене и, конечно же, Оле. В противном случае бан. Вы знаете, здесь мне стало настолько смешно, и хотелось сказать, Жень, ты что, себя звездой Ютуба возомнил? Да плевать на твой бан. Я думаю, никто к тебе просто больше не пойдет. Можно в записи посмотреть и даже не обозначиться, что пришли к тебе на стрим и тебя поддержать. А он уже на себя таких каких-то орденов и медалей навешал, понимаете? Ну вот он, я блогер, вышел к вам. И опять-таки, когда он пытается рассказывать о какой-то морали, о каких-то принципах жизни, ребят, согласитесь, выглядит смешно от человека, который еще недавно сидел рядом с женой, собирал деньги на донатах, не брезговал ими. И при этом даже выходил к себе на день рождения, деньги собирал. Поэтому как-то, ну не знаю, для меня эта мораль выглядит смешно и убога. Но это опять-таки какие-то двойные стандарты именно от семьи Быковых. По-другому это никак не скажешь. И опять-таки, я поняла одно, им уже пора приватизировать Ютуб, выкупать его, если, конечно, еще до сих пор они этого не сделали. Потому что почему-то он считает то, что он говорит, это истина, это правильно, так должно быть. Альтернативного мнения быть не может. Если ты высказал альтернативу, значит, ты обсудил, ты осудил, ты написал какую-то гадость, мерзость. И это не честно. Но все, что делает Женя, это все честно и порядочно, это все достойно. И главное, то, что делает его жена, походу, тоже честно и достойно. Ведь, ребят, давайте говорить здраво. Женя очень много рассуждает по поводу того, что он против, чтобы Быкова показывала детей в роликах. Но вовсе ныне там Быкова как показывала, так и показывает. А почему? Потому что Женя понимает, упадут у Оли доходы, нужно будет Жене больше платить. И, ребят, простите, но он даже себя оскорблять и засирать позволяет ей сам. Мне кажется, это все-таки делается для того, чтобы не начинать обеспечивать собственных детей. Ведь вы представьте, стоит ему закрыть Быковой рот, а он, кстати, это сделать может. Он на правах бывшего мужа может кинуть ей страйки, вот как и произошло со мной. Но много действий, которые он может предпринять. На канал страйки, да, и это уже как бы наказание. Второй момент, да, он мог подать в суд, запретить съемку детей, либо ограничить эту съемку. Подать, да, за публичное оскорбление. Много можно было сделать чего. Но Женя, конечно же, это не сделает. Почему? Потому что, как он говорит, он не хочет расстраивать Олю. Но я думаю, что в первую очередь Женя все-таки не хочет брать на себя ответственность, понимая, что если он подобное вытворит, Быкова пойдет войной. И Быкову потребуют еще больше алиментов. И тогда ему не сдобровать. Тогда надо будет действительно начинать суетиться, шевелиться для того, чтобы помогать ей растить детей. И его это все устраивает. Он только сидит на стримах и рассказывает, как он против, как ему это не нравится, как ему это неприятно. Но при этом сидит и бездействует. И согласитесь, ребят, на одних бла-бла далеко не уедешь. А действий никаких не предпринимать. Поэтому и наталкивает на мысль, что все нравится, все устраивает и все хорошо. Ему это не мешает. Но при этом, когда она его дерьмом поливает, ему это не мешает. Но когда люди высказывают свое мнение, вот здесь закройте рот. Я вам сказал, закройте рот. И вот опять, ребят, эти же двойные стандарты. Также сама Женя рассказал, что ему очень нравятся ухоженные, красивые женщины, которые приводят себя в порядок. Мне стало смешно. Но я хотела сказать, Женя, слушай, хоть иногда, хоть изредка, стримы собственной жены. Она утверждает, что ты не позволял ей за собой ухаживать. Она утверждает о том, что ты запрещал ей краситься, красить волосы. И абьюзил ее даже в этом. Поэтому уж определитесь, кто из вас правду говорит, а кто лжет. И опять-таки, ребята, пошли реально от Жени просто проповеди. Он начал рассказывать о том, как правильно жить. Он начал рассказывать о том, что надо довольствоваться тем, что имеешь. И вот здесь мне стало смешно. И захотелось спросить, Жень, почему вы не довольствовались тем, что вы имели? Ты и твоя жена. Вы очень часто, регулярно выходили в стримы и собирали с людей деньги. И не брезговали этими деньгами, и тратили их на свои хотелки, на свои нужды. Даже когда тебя не было в стриме, ты не ограничивал свою жену, не запрещал ей этого делать. А как утверждает сама Быкова, она тебя боялась. И как утверждает сама Быкова, ты ее абьюзил. И если ты что-то ей, вернее, запрещал, то она этого не могла сделать. И тогда получается как, что ты попрошайничество ее не запрещал и даже где-то поощрял, раз она уверенно выходила в каждый стрим и просила. И даже ты выходил собирать себе деньги на свое день рождения. Поэтому о какой морали ты говоришь, о какой честности и порядочности ты говоришь, ты точно так же, как и твоя жена, шел путем наименьшего сопротивления. Дайте подайте, зачем пахать, зачем напрягаться, зачем работать. Если можно выйти и просто попросить. Ну, ребят, вот так вот это все выглядит. Смешно, глупо, но имеем то, что имеем. На сегодня я буду со всеми прощаться. Продолжение следует. Пока, до новых встреч.